Народ, привет! В то время как пользователи Pixel получили доступ к бета-тестированию Android 14, Samsung, как сообщается, начали тестировать One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S23. Согласно сообщению в Твиттере от Staron2033, внутренний кодовый номер сборки S918BXXU1BWE2 был обнаружен на серверах Samsung и является тестовой версией One UI 6.0 для Galaxy S23. Sam Mobile также обнаружили, что One UI 6.0 тестируется для Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4. Samsung начали эти внутренние тесты, но два месяца раньше, чем прошлогоднее тестирование One UI 5.0, что означает, что Android 14 может стать доступным для некоторых устройств Galaxy раньше, чем ожидалось. И информация, о которой мы уже обсудили, приводит нас к выводу, что линейка Galaxy S23, Fold 4 и Flip 4 станут первыми телефонами Samsung Galaxy, которые получат One UI 6.0. В прошлом году серия Galaxy S22 начала получать One UI 5.0 в октябре 2022 года, а Galaxy Fold 4 и Flip 4 получили обновление в ноябре прошлого года. Как стало известно, для Android 14, Samsung и Google работают вместе над проблемой с фоновыми приложениями. В отличие от iOS, Android позволяет приложениям и службам работать в фоновом режиме более свободно. Однако некоторые разработчики приложений злоупотребляют этими привилегиями и без необходимости оставляют свои приложения работать в фоновом режиме, что влияет на время автономной работы и скорость работы телефона. Чтобы противостоять таким приложениям, Android-производители агрессивно убивают фоновые приложения, чтобы продлить срок службы батареи своих устройств. Android 14 обещает внести некоторый смысл в эту проблему. Начиная с One UI 6.0, Samsung подтвердили, что не будут убивать фоновые службы приложений в Android 14. Они будут гарантированно работать должным образом, если эти приложения были разработаны в соответствии с новой политикой API службы Android. После того, как все больше Android-брендов присоединится к Google, как это и сделали Samsung, разработчикам приложений не придется так сильно беспокоиться о том, что их приложения ведут себя по-разному на телефонах и планшетах разных брендов. В конечном итоге это будет хорошо и для пользователей. Кроме того, Google добавили некоторые новые функции в Android 14 с последней бета-версией, и в последующих бета-обновлениях будут добавлены дополнительные функции. Новые бета-версии будут выходить до июля-августа 2023 года, и сразу после этого пользователи могут ожидать финальный релиз. А сейчас давайте взглянем на некоторые новые функции Android 14 Beta 1 и получим представление о том, чего мы можем ожидать от One UI 6.0. Наиболее заметным изменением в первой бете Android 14 является стрелка «Назад». Если на вашем телефоне включена навигация с помощью жестов, и вы проводите пальцем от левого или правого края дисплея, чтобы вернуться назад, вы увидите стрелку «Назад» в пузыре на краю экрана. По словам Google, это поможет улучшить понимание и полезность жестов «Назад». Стрелка также соответствует динамической теме «Material U», что означает, что она будет отображаться в том же свете, что и обои вашего телефона или тема устройства. Мы ожидаем, что эта функция появится на телефонах и планшетах Galaxy One UI 6. В Android 14 разработчики приложений могут добавлять настраиваемые действия в меню «Поделиться». Это означает, что доступ к различным параметрам шеринга в приложении теперь станет проще. Кроме того, операционная система теперь будет использовать больше метров для определения рейтинга этих действий в меню обмена для более актуальной сортировки. Например, если вы используете параметр «Создать ссылку в Google фото чаще, чем создать альбом», этот параметр будет отображаться первым в списке в следующий раз. Google представили языковые настройки для каждого приложения в Android 13. Android 14 улучшает эту функцию, предлагая динамическую настройку. Например, это помогает операционной системе открывать клавиатуру на том же языке, что и язык текущего приложения. Разработчики приложений могут изменить цвет панели навигации на Android, чтобы она соответствовала теме их приложения. У них также есть возможность сделать её прозрачной. Тем не менее, есть ещё много приложений, которые не реализуют эту функцию. А панель навигации по умолчанию имеет чёрный цвет, что делает её неуместной. Что ж, первая бета Android 14 устраняет эту проблему. Пользователи могут использовать меню параметра разработчика, чтобы заставить панель навигации выглядеть прозрачной везде. Что ж, это всего лишь первая бета. Естественно, это не все функции, но, пожалуй, это самые интересные. Ждём добавления новых функций с последующими бетами. Телефоны и планшеты Samsung, скорее всего, получат обновление One UI 6.0 на базе Android 14 где-то в четвёртом квартале 2023 года. Как правило, Samsung выпускает бета-версию последней версии Android сразу после финального релиза Google. Это означает, что вы можете ожидать, чтобы эта программа One UI 6.0 на базе Android 14 откроется примерно в сентябре 2023 года. Совершенно точно наш канал будет держать вас в курсе, так что обязательно рассмотрите возможность, чтобы подписаться на нас, нажать колокольчик и на наш телеграм-канал тоже подписывайтесь, все ссылки в описании. С вами был Гарри, всем удачи!